Ну что же, пока одни усиленно занимаются йогой на свежем воздухе, другие пропадают на своих дачных участках. Любителям садоводам директор Ставропольского ботанического сада Владимир Кожевников дает полезные советы. Добрый день, прекрасные вы наши! Я постараюсь сегодня переубедить в тех, кто помнит пословицу «Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет». Я постараюсь сделать так, чтобы вы все пришли посмотреть на нашу Альпийскую горку. А почему? Да потому что ее построить у себя на участке очень тяжело. Тем более гора – это гора, когда она имеет свои размеры. И вы видите, что я выгляжу, в общем-то, не так и крупно на фоне этой горы. Ну что же мы с ней сделали? Ну, во-первых, здесь огромное количество труда положено для того, чтобы принести сюда камни, для того, чтобы обеспечить их каким-то количеством земли. Для чего? Для того, чтобы на этой земле дальше росли уже горные растения. Вы видите сосна горная, вы видите вот эту вот нашу сливу писарди. А вы видите, какие прекрасные сейчас цветут у нас здесь флоксы и бересы. Я уже не говорю о том, что сейчас через какое-то время начнут цвести и очетки. И, конечно же, огромное количество здесь и можжевельников. Да вообще смотреть на это, возможно, часами. Не только на воду, как говорят, или огонь. Я считаю, что и на цветы, на растения можно смотреть, если не часами. То, наверное, даже и всю жизнь. И радовать они будут нас и днем, и вечером, и весной, и осенью. Ну, наверное, только не зимой. Но зимой тоже есть возможность зимнего сада или, во всяком случае, на балконах. Итак, мы сегодня находимся на нашей Альпийской горке. И мне хочется сказать, что она в разное время имеет очень высокую декоративность. Я сейчас нахожусь, конечно, на участке ранневесенних растений. На другой стороне этой горки у нас большое количество очетков. У нас много астры многолетней, которые имеют свою декоративность. Очень поздно. Я уже несколько раз рассказывал о наших водоемах, которые там есть. Не пройдет буквально и месяца, как у нас зацветут кувшинки и лотосы. И у нас даже в этом году будет лотос белый китайский с огромными листьями и огромными цветами. Поэтому приезжайте и смотрите его. До будущих встреч! Кстати, у Ставропольского ботанического сада юбилей. В этом году он празднует 60 лет. Ну, еще 5 лет ты на пенсию. В подарок саду редкие экземпляры растений. Как удалось из сада сделать популярный научный центр, излюбленное место для фотосессии и уголок релаксации. Вспомним детство, юность, молодость и зрелость сада вместе с его директором Владимиром Ивановичем Кожевниковым. Добрый день, Владимир Иванович! Добрый день! Поздравляю! Ну, как будто свой, да, день рождения же? Да, ну, я несколько старше этого сада. Опустим эту тему немножечко. 22 года работаете в Ставропольском ботаническом саду, 22 года вы его директор. Как он поменялся? Самые основные этапы? В общем-то, я пришел в самое напряженное экономическое время, когда был максимум недостатков в экономических, организационных. Ну, и за это время, конечно, наш коллектив приложил огромное усилие для того, чтобы убрать что ненужное. То есть, как медики говорят, отсечь все ненужное, оставить все нужное. И так же делают и скульпторы из обыкновенного камня делают какое-то произведение. Мы сделали точно так же. Убрали все ненужное, оставили нужное, помогли растениям. И вот вчерашние гости говорили, что вашим растениям, наверное, живется гораздо легче в ботаническом саду, чем людям. Потому что людям постоянно приходится помогать этим растениям. Поэтому вот мы сделали такое. Территория сада сегодня, она какая? 132 гектара. Это самый крупный ботанический сад на всем южном федеральном округе и северо-кавказском. Если говорить только о территории, если говорить о количестве растений, которые здесь есть, видов, которые встречаются, то это более 5000. Это тоже самая большая коллекция, какая только существует на всем северо-кавказе. 5000 видов растений. 5000 видов. Ну вот видов растений. Самые основные? Это вот какие? Ну, конечно, мы гордимся. Чем можно гордиться? Гордимся. Самая большая коллекция сиреней, 165 видов, 350 сортов роз. У нас сейчас розы в прекраснейшем состоянии. У нас редкие виды представлены, больше ста видов. Клематисы сейчас цветут, это лианы такие в шпалерах растут. Ну и, конечно же, нигде вы не увидите тропических кувшинок, которые у нас есть. Нигде больше такого. Это та самая кувшинка Виктория? Да, Виктория Реги. И еще у нас около 20 видов тропических кувшинок. И больше 20 видов еще и простых кувшинок. Два вида лотоса. Китайский орехоносный, розовый и китайский белый. Так что вот такие у нас коллекции. Владимир Иванович, ну, наверное, как и у каждых садоводов, бывало такое, что растения не приживаются. Ну, почва, климат неподходящий и так далее. В саду такое было? Ну, что делать в таких случаях? Ну, во-первых, наша основная работа – это интродукция. То есть вот за это время было завезено, интродуцировано более 60 тысяч видов и сортов растений. На сегодняшний день, как я уже сказал, только 5 тысяч. То есть все остальные были по разным причинам выбракованы. Они не подходили под наши климатические условия. Были, заболевали болезнями или повреждались вредителями. И вот из этих 5 тысяч видов самые устойчивые, то есть те, которые в наших условиях очень хорошо себя чувствуют. Мы размножаем около тысячи всего лишь на всего видов и сортов. Сейчас, наверное, каждая вторая свадьба, там, каждая вторая фотосессия на природе происходит именно в ботаническом саду. Вот когда начался такой всплеск? Ну, вы знаете, это было, наверное, лет 7-8 назад. Мы начинали это. У нас был полностью практически закрыт ботанический сад. Но мы начинали вот такую вот экскурсионно-просветительскую и рекреационную деятельность, боясь того, что наши жители могут нанести незлодимый ущерб нашим растениям. И сотрудники очень волновались за это. Ну, наверное, спасибо нужно сказать нашим жителям, что выслушивая наши предостережения о том, как нужно себя вести, потому что манера поведения в ботаническом саду и где-то в другом месте – это совершенно другое. Первое у нас – это растения. То есть к ним нужно относиться максимально бережно. И если такое будет, оно так и случилось. И у нас на сегодняшний день ни одна коллекция не подверглась ни стерзанию, так сказать, ни затаптыванию. Все прекрасно себя чувствуют и видят наши люди. И вот на сегодняшний день у нас сегодня, в прошлом году, более 42 тысяч посетителей было. Но сравнивая с такими крупными единицами, как, допустим, сочинский дендраи или ялтинский, мы, конечно, меньше, но, в общем-то, цифры сопоставимы. Ну, это если о людях. Вот недавно же относительно недавно была информация, что жители запустили черепашек. Вот ваш уютный уголок такой водный, который губили растения. Да, ну, вы знаете, это, к сожалению, так Зюпири же говорил, каждый человек ответственен за тех, кого приручил. Поэтому люди берут к себе то черепашек, то кошек, то еще кого-нибудь. И у нас очень часто появляются вот такие вот, то рыбки выпускают, то черепашек выпускают в бассейне. Кошки у нас постоянно появляются. Это обменный фонд, так сказать. Кто-то их к нам приносит, мы их какое-то время кормим, потом их берут и к себе. То есть это несанкционированный такой кошачий питомник. Как вы сказали, растениям в саду живется лучше, чем людям. Легче. Легче, да, простите, легче, чем людям. Какая команда в саду? Ну, то есть те, кого не видят, практически не видят посетителя, кто создает эту красоту? Да, у нас 55 человек, из них 14 научных сотрудников, 8 человек сторожей. А остальные вот учетные работники, технические работники. Но когда у нас вот была, вчера закончилась конференция, все время меня переспрашивали. Владимир Иванович, мы не можем все-таки вам поверить, что такое маленькое количество людей наводит в такой порядок. Наверное, у вас есть еще какие-то силы. Но нет, это наши сотрудники. Магические силы. Это наши сотрудники. Как вы сказали, да, сейчас цветут розы. Вот прогуливаясь, если сейчас выйти в ботанический сад, помимо роз, на что нужно обратить внимание? Ваши советы такие главные. Ну, куда заглянуть, где посмотреть самое красивое? Сегодня у нас и коллекция, как раз пересаженная, многолетних травянистых растений. Это коллекция такая универсальная, которая бывает декоративной. С самой весны, рано-рано, как только снег сошел, и до позднейшей осени. Сейчас у нас и римурусы, это степные растения, высотой до метра и больше. Таких вы не увидите нигде. Во-первых, на клумбах это крайне редчайшее растение. А у нас несколько видов их, от белого до темно-оранжевого цвета. Ну, я не говорю уже о четки, те, которые толстянки маленькие, которые мы обычно не признаем за растение или за декоративное, а они у нас сегодня в самом декоративном состоянии. Несмотря на то, что сегодня такая жара, а это сосухоустойчивые растения, они, наоборот, сегодня выглядят прекрасно. Это, опять же, спасибо сотрудникам. Ну, конечно, поэтому, ну и клематисы сейчас цветут, конечно, очень хорошо, поэтому, ну, сейчас время пройдет, у нас начнется коллекция лилейника, это гемеракалис, это называется еще красоднев, растение, которое цветет один день. Ну, это красивейшее растение, это больше 140 сортов у нас и видов, и они зацветут буквально через неделю. Ну, все растения, все растения так и подобраны, да, получается? Одно отцвело, другое начинает цвести и так далее. Ну, подобрано, наверное, подобрано нельзя сказать, да. Именно то, что у нас, начиная с них, сходит у нас поляны цикламена, цветут подснежника, морозника, и так до самой осени, когда в сентябре месяце, многие наши лесные опушки покрываются безвременником великолепным. Это вот такие огромные розовые цветы, которые поэтому и называются безвременники, что они и цветут поздно-поздно, и хризантемы. Ну и последнее, самый идеальный подарок Ставропольскому ботаническому саду какой был? Ну, то, что нам выделили средства для частичного капитального ремонта нашего здания. Поэтому мы уже сделали там много, и после того, как он еще будет отремонтирован, в прошлом году у нас появилась новая крыша, в буквальном смысле слова. Ну и после того, как мы здание приведем в порядок, наше здание будет еще лучше, и нашим работникам будет легче работаться. Спасибо большое за беседу. Еще раз поздравляем сад с юбилеем дальнейшего, в прямом смысле этого слова, процветания. Еще раз напомню, у нас в студию директора ботанического сада Владимир Кожевников. Всего доброго.